Вручать премию имени Виктора Мельникова, журналиста, общественного деятеля и просто выдающегося человека стало доброй традицией для журналистов Московской области. Ежегодно Союз журналистов Подмосковья, объединение коллег, выбирает лучшие работы журналистов региона в разных номинациях, а также благодарит их за социально значимую работу. В день торжественной церемонии и награждения со сцены много говорили о необходимости сохранять и оберегать профессиональную журналистику. О том, что несмотря на век цифровизации, информация должна быть качественно проверенной и подаваться профессионалами своего дела, журналистика должна оставаться призванием. Сегодня мы собрались в замечательном зале и нужно отметить лучших журналистов, людей, которые сегодня нужно беречь, сохранять. И я считаю, что это задача и областных руководителей, и региональных, и областей не должно быть деления. Ты электронный, цифровой, или ты печатный, телевизионный. Журналист, он всегда должен быть журналистом. Это высочайшее совершенно требование, которое сегодня должен предъявлять себе любой человек, который идет в журналистику. Профессия наша удивительная. Это коллективный индивидуальный вид творчества. То есть это индивидуально, но в то же время это команда работает. Ну и, конечно, за каждым таким лауреатом стоят коллеги, друзья, люди, руководители. Я это понимаю. И сегодняшняя премия еще раз показала, какие мы все разные. Посмотрите, у нас Марьяна Наумова. Это наша девочка. Она корреспондент Первого канала, программа «Мы живы». У нас Щелковское телевидение, любимое, и красавец-ведущая Лили Тимеева, и креативный редактор, и креативный человек Анечка Коростелева. Мы уже, собственно, всех хорошо знаем. У нас Миралаева, удивительная Анжела, коллега, которая не просто там собирает гуманитарную помощь, она еще и ведет телеграм-канал, она ездит, она многое делает, просто вот, как вся страна собственная. Тема специальной военной операции для журналистов, что называется, на острие повестки. Победители в номинации «Общественная деятельность» тем или иным образом имеют непосредственное отношение к освещению событий в зоне проведения СВО, помощи нашим военнослужащим. Молодая, недавно пришедшая в профессиональную журналистику, но при этом сильная и, кажется, не по годам взрослая, Марьяна Наумова, военкор Первого канала. Она получает эту премию впервые, много рассказывает о своей работе, а ей есть, что рассказать не понаслышке. Я военный корреспондент. Это тяжелая профессия, это ночные выезды на позиции, на линию боевого соприкосновения, это умение определить вид снаряда, сколько у тебя осталось секунд, пока она долетит и убьет тебя, найти укрытие. Это очень сложная и опасная профессия. И мы, как военные корреспонденты, стараемся, конечно, фиксировать хронологию ведения боевых действий, показывать наших героических ребят, которые сейчас составят интересы нашей страны, с оружием в руках, рассказывать их историю, фиксировать это. Ну и также работа военного корреспондента – это слезы, боль, горе жителей прифронтовых территорий. С линии фронта звучит благодарность коллегам Адмитрия Латынина, генерального директора электростальской газеты «Молва». Он добровольцем ушел на СВО, а с первых дней ее начала помогал нашим. Получили премии коллеги, которые активно развивают СМИ в своих городах и организациях. Среди них сотрудники Щелковского телевидения. Креативный директор Анна Коростелева в номинации «Журналистика» и бессменная ведущая телевизионных программ «Лилия Тимиева» – спецпремия «Верность теме». Нужно быть верным тому, во что ты веришь. Я желаю всем нам веры, надежды и любви. Без участия журналиста, без освещения событий, проектов, документальных фильмов сегодня невозможно представить жизнь. Освещать, помогать, участвовать – этим живут те, кто причастен к настоящей профессиональной журналистике. Лилия Тимиева, Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.